МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Торжественный марш для королатой пехоты. Голубые береты сегодня отметили свой праздник. Жизнь в спартанских условиях. Марш-бросок за водой. Экстремальная пироэта на прогнившем полу. Долго ли осталось терпеть такой антикомфорт? Стрелецкий гарнизон на проезжей части. Клуб исторической реконструкции готовится удивить гостей на творческом бульваре. Сегодня Управление автомобильных дорог Волга отмечает 70-летие со дня своего создания. В столицу Чувашии приехали гости из шести регионов страны. Именно по этим регионам, по которым проходит магистраль, называемая в честь Великой Русской реки Волга, и которая находится в ведении управления. Сегодня с юбилеем всех работников организации поздравил и глава региона Михаил Игнатьев. Место встречи дорожников сегодня Чувашский драматический театр. Фойе, рукопожатие и поздравления. Праздник объединяет трудившихся когда-то и работающих сейчас. Управлению федеральной дорог Волга 70. Оно было создано в годы Великой Отечественной войны. Тогда трасса Горький Казань приобрела стратегическое значение. Вглубь страны перебрасывались промышленные предприятия из оккупированных гитлеровскими войсками западных районов. Грунтовые дороги предстояло привести в проезжие состояние. Всего на 7 лет старше самого управления ветеран-дорожник Анатолий Садиков. Работавший 50 лет на дороге, в одном, кстати, месте, у меня в трудовой книжке одна запись только дороги, больше ничего. Это большой интервал, потому что начинали мы с булыжных, торцовых, гравийных дорог, а сейчас большие, широкие автострады, асфальтированные, бетонные, по современным технологиям построены. Сейчас в ведении управления федеральных дорог Волга – 1235 километров трассы в шести регионах страны. Их представители сегодня собрались на торжестве. Каждый, по сути, вносит свою лепту в развитие дорожной сети, которая как кровеносные сосуды связывает и питает регионы, города, села. На стратегических трассах сейчас идет реконструкция и капитальный ремонт, в том числе в границах Чувашии. В этом году вкладывается 5,5 миллиарда рублей на реконструкцию, модернизацию существующей дорожной федеральной сети МСМ-151. Перед гостями хочу доложить, мы в республике практически дороги проложили за последние годы в каждый населенный дом. Тем самым, с любой точки нашего населенного пункта пассажиры могут доехать до любой столицы практически Российской Федерации. И это очень здорово. С учетом развития дорожной сети развивается потребительский рынок. До 2018 года дороги предстоит привести в нормативное состояние. Они должны стать удобнее и безопаснее. Словом, интересной работы хватит на долгие годы. А коллектив еще не раз может попасть в историю самых разных строек. Если сегодня мы в первую очередь поставим интересы работающих людей в нашем коллективе и будем объединять всех тех людей, которые работают на достижение определенной цели, то мы достигнем результата, на который мы рассчитываем. Дорога, она не только объединяет, она сплачивает людей. И желаю коллективу новых свершений на благо развития нашей страны. Золотым кадрам по традиции сегодня особое внимание. Лучшим награды и фото на память. А руководителю управления именные часы из рук главы региона. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашия провел рабочее совещание с членами Кабинета министров Республики по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Примерно 130 километров этого пути пройдут по территории Чувашия. Стоимость строительства составит ориентировочно 150 миллиардов рублей. Глава Республики поручил руководителям Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Министерства имущественных и земельных отношений в кратчайшие сроки подготовить проект нормативного документа, регулирующего операции с земельными участками внутри коридора, по которому пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль. Они там, где наиболее опасно, и помощи ждать больше не от кого. 83 года подряд военнослужащие этих войск находятся на передовом рубеже. Сегодня свой праздник отмечают голубые береты. Несмотря ни на что, они не изменяют своим традициям. Уже утром десантники собрались в Парке Победы, чтобы возложить цветы и почтить память погибших друзей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Желтый парашют на фоне голубого неба. В этот день флагами ВДВ украшены не только боевые машины, но и дорогие иномарки. Раз в году десантники облачаются в военную форму и одевают голубые береты. Неизменный символ этих войск. Войска дяди Васи. Именно так сами десантники с юмором расшифровывают аббревиатуру ВДВ. Но доля смысла в этой шутке есть. 25 лет вплоть до 1979 года этими войсками командовал Василий Филиппович Маргелов. Это и есть тот самый дядя Вася. Военнослужащий называет его десантником номер один. А еще их называют крылатой пехотой. Именно 2 августа 1930 года на парашютах десантировалось первое подразделение ВДВ. Произошло это на учениях Московского военного округа. 12 солдат вошли в историю. Именно благодаря им военные теоретики увидели все преимущества воздушной тактики. Их принцип не изменен. Никто кроме нас. Голубые береты принимали участие в самых ожесточенных боях. Игорь Афанасьев служил в Афганистане в легендарном 345 полку. Туда он попал в неспокойное время. Порой приходилось сражаться, даже когда силы были неравны. 14 декабря 1985 года, где большая группировка войск Акмедшаха, порядка 2500 маджахедов, вступила в бой с нашим полком. И то полк у нас был неполный, в общей сложности было где-то 5 рот. Те, кто служил в этом полку, даже номера на машины устанавливают символические 345, чтобы однополчане друг друга узнавали издалека. Каждый год в одну колонну встают офицеры и те, кто недавно вернулся из армии. Для некоторых торжества становится хорошим поводом для встречи с боевыми товарищами. Из парка Победы под звуки оркестра голубые береты прошли и проехали торжественным маршем по улицам города. Хотя даже в такую нелетную погоду многие из них готовы подняться в небо и выполнить боевые задачи. Ура! Заводовы! Заводовы! Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Уже этой осенью на российских дорогах не останется бесправных водителей. С 1 сентября инспекторы ГИБДД не смогут отбирать у участников дорожного движения водительские удостоверения. Даже если автомобилист выехал на встречку или попался пьяным за рулем, права у него не отберут. Такая норма содержится в новых поправках, в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас, если автомобилист совершает нарушение, за которое могут лишить прав, то водительское удостоверение у него изымается. А на время следствия выдается временное разрешение на управление транспортным средством, которое действует два месяца. Это создает много проблем, особенно если дело затягивается. С 1 сентября права у водителя смогут забрать только после соответствующего решения суда. С момента вступления этого решения в силу водитель будет обязан в течение трех суток сам сдать документы в подразделение госавтоинспекции. В противном случае нарушителя ждет штраф. Специалисты Дорожной лаборатории управления автомобильных дорог Чувашия регулярно проверяют качество дорожного полотна. На этот раз предметом внимания стала объездная дорога вокруг Новочебоксарска к полигону ТБО. Специалисты Дорожной лаборатории управления автомобильных дорог Чувашия проверяли качество дорожного полотна. В течение трех суток будут проведены лабораторные испытания. Претензии дорожных контролеров могут касаться как асфальтобетонных смесей, так и технологии выполнения работ на всех стадиях технического процесса. На объездной дороге протяженностью 3 километра сегодня в полном объеме завершены работы по прокладке полотна, примыкающего к вятке. Подрядная организация приступила к работам по реконструкции железобетонного моста. Продолжаются земляные работы. Основные работы на данном объекте дорожного строительства планируется завершить в октябре текущего года, а завершение проверки качества – в ноябре. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия в последнее время пользуется большой популярностью. Правда, не у студентов, а у журналистов и правоохранительных органов. В конце июня здесь разразился скандал, связанный с выборами главы академии. Тогда руководство ВУЗа не пустило на это мероприятие ни представителей СМИ, ни полицию. В обстановке строжайшей секретности на пост ректора была переизбрана Людмила Линик, которая ранее возглавляла ЦИК Республики. Затем последовала череда поправок и разбирательств. А накануне стало известно, Линик подозревают в мошенничестве на одном из прежних мест работы. Об этом написали все ведущие СМИ Республики. Однако данные журналистов кое в чем разошлись. Так, некоторые источники сообщают. На нынешнего ректора Академии завели одно уголовное дело по шести эпизодам. В других не менее авторитетных сообщается о ряде дел. Управление ФСБ по Чувашии возбудило шесть уголовных дел о мошенничестве на 100 тысяч рублей в отношении экс-руководителя ЦИК Чувашии Людмилы Линик, являющейся в настоящее время ректором Чувашской государственной сельхозакадемии. По версии следствия, она за бюджетные деньги ездила по личным делам за границу. Мокрицы, муравьи, двухвостки, мыши, практически вся флора и фауна прописалась в доме номер 37 по переулку Мельничной вместе с местными жителями. Этот дом похож на отдельный остров, хотя и находится практически в центре города. Трудно представить, но в 2013 году все удобства по-прежнему находятся на улице. А за водой горожане ходят к колонке частного сектора. И на этом проблемы жильцов еще не заканчиваются. Татьяна Трофимова узнавала, как выживают в таком доме. В этом доме 8 квартир, в которых живут 57 человек. Все как у нормальных людей. Семьи, дети, внуки, планы на будущее. Только условия их жизни нормальными не назовешь при всем желании. Совсем недавно в одной из квартир на втором этаже после сильного ливня обвалился потолок. И под ним только по счастливому случаю не оказался трехлетний Дима. Вот с этого места у нас обвалился потолок, целая глыба большая после дождя. Только с ребенком зашли с улицы, проходили. Вот я только его отвела, обувь поставила. И грохот, говорят, шкаф что ли упал, соседи спрашивают. Я говорю, нет, потолок обрушился. Вот еще немного ребенка бы задело. А кто бы отвечал за то, что не дай бог с ним что-то случится. Кто мне, государство, что мне сделает. Как мне его жизнь, допустим, вернут. Или здоровье. И вот кому мне вот это вот все пока, как в таких условиях жить можно. А дальше больше будет, дальше вот трещин, вот посмотрите. Еще пару ливней и все здесь упадет. Жители уже более пяти лет жалуются во всевозможные инстанции. Хотят, чтобы их дом признали аварийным, а людям предоставили нормальное жилье. В последнем письме из администрации города написано, что дом номер 37 по переулку Мельничный включили в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы. Планируемая дата переселения – 2014 год. Переселение может произойти и раньше, если появится заинтересованный инвестор-застройщик. Нас признавали собственником, хотя муниципальное жилье у нас. Потом говорили, что мы должны сами за свой счет ремонт делать. Теперь они ждут застройщиков, признали нас аварийным. Мы хотим на законном основании получить квартиры от государства, а не ждать каких-то инвесторов. Потому что здесь условия проживания невыносимые. Пока родители с детьми так и продолжают жить в доме, где обваливается потолок, проваливается пол, на стенах обитает плесень. Пугает жильцов и состояние электропроводов. В воскресенье был дождь, ударила молния. У нас сгорел системный блок компьютера. У брата от тарелки Триколор ТВ – ресивер. Потому что здесь громоотводов нет. У соседей на первом этаже третьей квартиры прям по проводу электричество прошло. Вот они стояли с ребенком маленьким. То есть в такой степени дом уже все. Он из себя изжил полностью. Дом номер 37 по переулку Мельничный находится на балансе управляющей компании «Богданка-сервис». По словам ее директора, в этом году планируется частичная замена кровли. Дома, если они признаны аварийными, значит они дома. Конечно, не лучше на своем образе находятся. Потому что сейчас в данный момент капитальный ремонт делать по этим домам нет смысла. Потому что, наверное, скорее всего, надо необходимое переселение по программе переселить. Поэтому в данный момент будет, наверное, только проведение поддерживающих ремонт. В данный момент до переселения граждан. 37-й – не единственный проблемный дом в этом районе. Аварийными признаны еще 90 домов, которые обслуживает «Богданка-сервис». До 2016 года людям должны предоставить полноценное жилье. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Известный чувашский режиссер Владимир Красаков заканчивает работу над новым фильмом. Осенью на большой экран выйдет полнометражный художественный фильм «Юха». В сюжетной линии тесно переплетаются семейные отношения, любовные коллизии. На кон поставлена честь девушки. Подробнее в репортаже Регины Кубайкиной. Наполеонские планы не чужды творческой группе Владимира Красакова. Плох тот актер, который не стремится получить Оскар, считает режиссер. В течение полугода амбициозные артисты колесили по Чебоксарскому, Аликовскому, Шумерлинскому районам в поисках лучших кадров эпизодов. Завлекали в массовках своих родных и близких. Бешеностью мощные дни позади. Все наши фильмы должны быть прокатного уровня, чтобы их можно было посмотреть на большом экране. Почему ставим такие большие цели? Большие цели заставляют по-другому работать. Все уже по-другому рассматриваешь с точки зрения большого экрана. И работа со звуком, работа с актерами, подбор костюмов. Потом особенно операторская работа. Особенно выстраивание композиции. Потом свет. Вот все эти компоненты в Чувашском кино, к сожалению, на них мы не обращали раньше внимания. Из-за недостатка просто сил, скорее всего. Сема очень актуальна для современности. Пикаперы Наспор пытаются владеть главной героиней, Анжелой. Начинается охота на живца. Ночью нападают на бедную девушку. Все это снимают на видеокамеру. Запись размещают в интернете. Героиню бросает жених, родители выгоняют из дома. Девушка, доведен до отчаяния, бросается в прорубь. Простой, обычный паренек Александр спасает свою будущую половинку. Далее счастливая развязка событий. Олег Вумберов сразу же согласился на эту роль. Сразу почувствовал глубину характера. Роль Александра мне близка тем, что этот герой, именно он, спортивный. То есть это мое кредо тоже, спорт, вот это движение. Он спортивный, он такой спокойный. Ну вот по вообще персонажам, так сказать. У него все внутри. Если Олег Вумберов ранее оттачивал свои мастерства на сцене, то Ольге Осиповой, автор сценария фильма, пришлось начинать все с нуля. Даже экстремальные трюки актеры выполняли без дублеров. Благодаря фильму она наконец-то научилась плавать. В обычной жизни я простая, тихая девушка. Мой спасатель, конечно же, мой муж. И моя семья. Ради чего стоит жить и стоит трудиться и создавать такие фильмы. Первая презентация фильма прошла в июле. Активно чувашская молодежь также посмотрела ее в летнем лагере Ховал. Но бурные обсуждения ЮХА продолжаются и по сей день. Мне понравился этот фильм. Снят, если в республиканском масштабе, смотреть на высоком уровне. Я думаю, сейчас цели, которые поставил Владимир Корсаков, выйти на широкий экран, это большой шаг. И действительно, я ему желаю больших успехов. Владимир Корсаков верит, что зритель объективно оценит фильм ЮХА. Ведь ставка сделана на качество «Новые лица». Первый показ фильма на большом экране планируется в родной деревне автора кинокарсина. Чувашские шайки Бадревского района. Регина Кубайкина, Андрей Шоколев, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова